Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим с вами о подарках фей. Какие они бывают? Одна из сказок, которую я сегодня вспомню, это сказка Луиджи Капуана «Перемётные суммы торговца люпином». Перемётные суммы – это сумки, которые перемётывались, перекидывались через спинку животного. Они нагружались чем-то. В данном случае это горошек люпин. Вот о чём эта история. Жил-был на свете бедный крестьянин. И заработок его состоял в том, что он продавал люпин, сладкий горошек. Он приходил на базар и зазывал, купите горошек, сладкий люпин. К нему набегали мальчишки. Он, зная, что у мальчишек мало денег, насыпал им всегда полные стаканчики с горкой. Но мальчишки часто хулиганили. И пока он насыпал кому-то в карман горошек, они подкладывали в его перемётные суммы камни. И после этого никто не хотел покупать его люпин. Потому что люди покупали и находили вместе с горошком камни. Он возвращался домой без денег и очень печалился, потому что жена и дочка опять оставались без ужина. И вот однажды этот крестьянин возвращался домой с полными сумками нераспроданного горошка и встретил прекрасную девушку. Он сразу подумал, что это фея настолько она была хороша. А крестьянин хотел бросить эти суммы в речку и следом прыгнуть сам. «Что ты делаешь?» – спросила фея. «Я хочу утопить эти сумки и следом прыгнуть сам, потому что жизнь мне не мила», – сказал крестьянин. «Но разве так можно?» Фея запустила руку в мешочке и говорит, «Нет, у тебя прекрасный люпин, иди сейчас же на рынок и попробуй продавать». «Ох», – сказал крестьянин, – «я уже пробовал и не раз, ничего хорошего из этого не выходит». «Ты попробуй еще раз», – попросила фея. Крестьянин вернулся на рынок, и вдруг чудеса. Горошек стал моментально раскупаться. И он посмотрел, что происходит. Оказывается, как только кто-то получал горошек, они сразу же его высыпали и находили в горошке золотую монетку. Хозяин этого горошка, крестьянин, вернулся домой и рассказал жене о том, что произошло. Жена тут же принесла мешок, велела высыпать весь горошек из сумок в мешок. Она перерыла весь мешок, но ни одной золотой монетки в нем не нашла. Что за чепуха? Подумала хозяйка, но понять ничего не могла. Однажды король той страны, узнав о том, что торговец с Люпином продает золотые монетки, сказал, что в моей казне не хватает золотых монет. Он созвал своих министров, и те издали указ, приказывающий крестьянину отдать эти сумки королю. Жена смекнула, что что-то тут не то, и дала не те сумки. Сумки не работали, когда король продавал Люпин, никаких монеток там не находилось. Крестьянина посадили в тюрьму. Сказали, не отдадим до тех пор, пока не вернут те сумки. А жена крестьянина опять дала не те сумки, и угодила в тюрьму сама. Тогда дочка крестьянина отдала те самые переметные суммы, в которых появлялись золотые монеты. И вот король вышел к воротам дворца и стал продавать Люпин. Конечно же, горожане сразу же сбежались, стали покупать Люпин, но на выходе из дворца их обыскивала стража и отбирали монеты. Так продолжается один день, второй и третий. Наконец жители смекнули, что золотых монет им не видать, и перестали покупать Люпин. Как только в казну короля стали прибывать золотые монеты, он, конечно, тут же отпустил крестьянина, его жену, а дочку сделал у себя фрейлиной. И вот однажды в этот город приехал принц. Он увидел фрейлину и захотел на ней жениться. Но король сказал, как же так, этот принц, он женится на какой-то фрейлине, вообще-то дочке крестьянина, он должен жениться на моей дочери, на принцессе. Но принцесса не понравилась принцу. И тогда фрейлину, дочку крестьянина, опять посадили в тюрьму. Дочка крестьянина сидела в тюрьме и горевала над своей судьбой. И тут к ней явилась прекрасная девушка-фея. Она сказала, я помогла твоему отцу, я помогу и тебе, не горюй, скоро жизнь твоя изменится. И действительно, скоро жизнь девушки изменилась, потому что однажды у ворот дворца появился нищий торговец сладким горошком, люпином. Это был пиолет и принц. Девушка его, конечно же, узнала, а вот король не узнал. И он решил, что эту фрейлину, которая намеревалась выйти замуж за принца, он отдаст за торговца люпином. Конечно же, тут же собирали свадьбу, и король потом долго кусал себе локти, потому что оказывается, что это был не просто бедный торговец с люпином, а принц, который ушел у него из-под носа. И вот в качестве свадебного подарка король решил такую шутку сыграть. И он решил подарить вот эти вот старые переметные сумы, которые уже не работали. Он завернул их в прекрасный тонкий шелк и подарил молодожену. Когда они развернули этот подарок, будучи уже во дворце принца, дочь крестьянина, конечно же, узнала. И она сказала, что когда-то они приносили золотые монеты. И тут же они среди придворных устроили игру, наполняли эти сумки горошком и продавали придворным за одно сольго. И в каждом стаканчике находилось по одной золотой монете. Сумки опять работали. И тогда королева, молодая королева, она решила, что они вот эти две переметные сумы должны повесить на воротах дворца, чтобы каждый бедный человек этой страны, этого города приходил раз в день, доставал оттуда меру люпина с одной золотой монеткой и жил безбедно. Сначала так и было. Каждый человек приходил один раз и брал одну меру. Но потом все изменилось. Люди стали толкать друг друга, распихивать, ругаться, драться из-за того, чтобы взять не одну, а две, три и больше, как можно больше мер. Потому что монета, полученная даром, без всякого труда, не приносит никакого добра. И тогда вдруг фея опять лишила эти сумки своего волшебного дара. И они просто висели, как память о том, что происходило. Вот такая сказка, вот такой подарок феи из сказки Луи Джекпуана. Еще одна сказка про фей Гера Грибари, французского писателя. Он написал очень интересную сказку. Жили-были две девочки Мартина и Мари. И вот Мартина была девочка довольно болтливая, ленивая, очень любила всякие лакомства. И однажды ночью она встала, пошла к холодильнику, съела куриную ножку, потом достала банку с вареньем, зачеркнула полную ложку и съела. Ей, конечно же, захотелось пить. Она открыла водопроводный кран, чтобы набрать воды. Как только она открыла кран, из крана вылетела фея. Мартина была девочкой не глупой, она сразу же поняла, что с феей нужно быть вежливым и обходительным. Добрый день, сударь, мне сказала она, может быть, вы хотите чего-нибудь? А можно мне немножко варенья просила фея. Она села на край ложечки, лизнула в варенье и говорит, Мартина, ты очень добрая девочка, я тебя награжу. Мартина обрадовалась, фея улетела, Мартина легла спать. И утром за завтраком случилась удивительная вещь. Как только мама спросила о чем-то Мартину, Мартина была довольно разговорчива с девочкой, у нее изо рта посыпались крупные жемчужины. Ого, сказала мама. и тот же достала супницу и сказала, давай-ка, чтобы это все не пропадало зря, наговори нам полную супницу жемчуга. И жизнь Мартины совершенно изменилась с этого дня. Она сидела у себя в комнате и должна была наговаривать к приходу родителей супницы, кастрюльки, вазочки полного жемчуга. Причем если она говорила простые слова, родители пробовали заставить сказать ее какое-нибудь слово, типа абракадабра, но тогда жемчужины получались не круглые и ровные, а какие-то корявые и маленькие. Но как только Мартина начинала ругаться отборными ругательствами, то и жемчуг получался крупным. В общем, жизнь девушки стала невыносимой. Она сидела заперти целый день и даже то, что она любила говорить, уже совершенно не доставляла никакого удовольствия. И Мартина сбежала из дома. Она сбежала из дома, сидела на скамейке в парке и грустила. И тут к ней подсел один молодой человек и заговорил с ней. Мартина сказала ему свою печаль, но молодой человек приметил, что от каждого слова на землю падает жемчужина. Он говорит, девушка, Мартина, хотите ли стать моей женой? Конечно, Мартина согласилась радостно, потому что чем жить вот так у родителей и каждый раз сидеть в заперти и наговаривать им полную салатницу, супницу, мисочку или тазик жемчуга, она надеялась, что у нее с молодым человеком будет совершенно прекрасная другая интересная жизнь. Но молодой человек был не таков. Он тут же привел Мартину к себе домой, посадил ее под замок, поставил перед ней сказики, все, что было у него в дому, закрыл на ключ и сказал, что к его приходу она должна заполнить это все с жемчугом. То есть с бедной Мартине приходилось разговаривать без передышки. Родители Мартины конечно опечалились, что Мартина сбежала, но еще им было ужасно обидно, что до этого у них был жемчуг, и они вели совершенно безбедную беспечную жизнь. Но теперь все это прекратилось, и они очень хотели, чтобы их младшая дочь Мари тоже как-нибудь ночью открыла кран, вызвала фею и получила такой чудесный дар. Но Мари была прилежной воспитанной девочкой, она никогда не хотела лезть в холодильник ночью, лакомиться по ночам, и тогда родители пошли на хитрость. Они накормили ее однажды как-то селедкой, мама много перца и соли положила во все кушания, которые подала на ужин. Мари очень хотела спить, но она лежала и не ходила на кухню, чтобы открыть кран и налить воды. Но потом все-таки ей стало нестерпимо мучить жажда, она спустилась, открыла кран, конечно, выпорхнула фея, поблагодарила Марии за то, что освободила фею и спросила, давай я тебя вознагражу. Но Мария сказала, благодарю покорно, мне не надо ваших подарков, потому что вы уже сделали несчастной мою сестру. Фея рассердилась, ах так, сказала она, ну тогда ты меня еще вспомнишь и не раз. Фея улетела, а Мария выпила воды и легла спать. И утром, когда она вышла в завтраку, мама спросила ее, ты хорошо сегодня спала, Мария? Да, мама, ответила Мария и в тарелку упало два ужа, две змеи. Родители перепугались, Мария была не очень разговорчивая девочка, особой беды не случилось, но родители тут же потащили девочку к доктору, который жил в том же доме. Доктор повел ее в ванную, наклонил над ванной и сказал, сударь, скажите что-нибудь. Мария сказала слово и тут же в ванну полюхнулся уши. Молодой человек, доктор, был ужасно обрадован. Он работал в институте Пастера и они там разрабатывали противоядие от змеи. И, конечно, змеи были очень нужны, но они стоили очень дорого. И вот такая девушка, как Мария, оказалась бесценной находкой для этого института. Мария поселилась у доктора. Она что-нибудь говорила иногда в зависимости от того, какую змею нужно было получить, ядовитую или не очень ядовитую. И вот однажды фея вылетела из крана и решила посмотреть, что происходит с теми ее благодетельственными девушками. И когда она увидела, что Мартина, которой она подарила прекрасный дар сыпать жемчугом из своего рта удивительно несчастна, а Мари совершенно счастлива, извергая изо рта при каждом слове змей, она совершенно счастлива и любима своим мужем. Этот доктор в результате сделал ее своей женой. Тогда фея сказала, нет, вероятно, я совершенно не разбираюсь в людях и надо все это вернуть обратно. И она лишила своего дара и Мартину, и Мари. И вот если вы захотите прочитать, что случилось дальше с этими девушками, найдите, пожалуйста, книжку Пьера Грибари «Фея из водопроводного крана». И еще у меня вопрос. Очень много сказок и современных, и старинных о феях. Вот какие сказки о подарках фей вы вспомните, какие знаете, обязательно напишите нам. «Фея из